Ее порядковый номер в ухе на бирке. В ней электронный чип, который при необходимости расскажет все об этой черноглазой красавице. Когда родилась, чем болела, какие прививки ей сделаны. Эта корова одна из пяти с половиной тысяч. Таково поголовье на третьей по счету ферме, открытой в Тульской области крупнейшим в России агрохолдингом. Он специализируется на производстве говядины. На вольном выпасе на пастбище животные проводят почти все время. Зимой и летом порода бердинангуса оптимально подходит для климата средней полосы. Вот только чтобы коровам было, где пастись, компания почти два года формировала свой земельный фонд. 88 с половиной тысяч гектаров. Мы сюда зашли трех лет назад. В основном цель первая была развитие мясного скотоводства. И писали инвестсоглашение с областью. И сейчас, в принципе, его реализуем. Первый год-два было подготовительное. Мы скупали землю активно. 51 тысяча гектара обрабатывается. Еще порядка 30 тысяч надо ввести в оборот. Имеется в виду, вы, наверное, видели. Или там, ну, есть сложные участки. Этот участок в 50 гектар как раз один из таких. Сначала техника производит мульчирование, измельчает всю надземную растительность, извлекает из земли корни с глубины до полуметра. Затем в дело вступают милиаративные диски. Так выглядит возвращение земель в сельхозоборот. Уже через две недели на этом участке вырастет трава. А через два года, когда остатки бурной растительности перегниют, компания планирует посадить тут озимый или кукурузу на корм скоту. О планах по развитию компании в Тульской области рассказывает губернатору. Ферма в Адовском районе одна из 11, которые построят в регионе. Думают в агрохолдинге и над новыми проектами. Например, в области может появиться крупное молочное производство. 20 тысяч дойных коров, сумма инвестиций порядка 400 миллионов долларов. Должны соблюдаться условия, чтобы первое, а, те рабочие, которые будут трудиться на ваших производствах, это были жители Тульской области. Ну и, конечно, условия по заработной плате, чтобы она была на нормальном уровне. Коперация тоже важна, тоже вовлечь наших фермеров в ваше движение. В основном мы скупаем табачков в разных весовых категориях, разного возраста. Соответственно, мы благодаря этому подняли среднюю цену скот этой категории на 20-30%. Это тот продукт, который они производят. Поэтому мы так и обещали, когда мы строили этот крупный инфраструктурный проект по развитию мясного КРС, что мы будем скупать поголовье, соответственно, и ставить его на доращивание, на откорм, соответственно, в бой переработки. То есть те вещи, которые одному ферму сложно очень сделать. Следующий проект, о котором рассказывает президент агрохолдинга губернатору, выращивание корнеплодов, производство планируют изместить в Чернском районе. Холдинг выкупил у предприятия «Максим Горький» более 30 тысяч гектаров земли. Есть у меня такие сведения, что там работники Максима Горького, который вы приобретаете, уже приобрели практически или в стадии сделки находитесь, опасаются за свое будущее. Никто без работы не останется. Условиями труда сотрудники фермы в Адовском районе довольны. Сейчас их 37. Средняя зарплата 35 тысяч рублей. Об этом рассказывают губернатору. Строительство фермы, как вторая жизнь для их деревни, Ленина, в следующем году к населенному пункту отремонтируют дорогу. Помощь обещают и молодым сотрудникам, например, в приобретении жилья. Помимо участия в программе «Молодая семья», они могут рассчитывать на финансовую помощь компании. Холдинг разрабатывает возможность оплаты первого взноса по ипотеке для своих сотрудников. Всего к концу реализации инвестпроекта на фермах холдинга смогут найти работу почти тысячи жителей региона. Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Первый Тульский.